Ферансисты захватили квадратную милю в самом центре Лондона и добились этой квадратной миле предоставления особого статуса, во многом сохранившегося до самых наших дней. Позвольте себе процитировать кусочек из путеводителя по Лондону, который думал, что он описывает просто прикольную культурную особенность, а не реальную власть, как она устроена в Англии. Цитирую дословно. Лондонский Сити и сегодня имеет признаки суверена над властями Великобритании. Премьер-министр Великобритании должен в течение 10 дней приехать в Сити, когда корпорация и Сити просят его встречи. То есть вас просят, но явиться вы обязаны. Если в Сити хотят въесть монарха, он должен явиться еще быстрее, в течение недели. Ну, на самом деле это можно объяснить тем, что банкиры Сити в свое время обеспечили власть корону, и короны им обязаны. В то время как избираемый премьер-министр не обязан к чем-то подобным, и поэтому он может отвлекаться на их команду менее быстро. Это мой комментарий. Продолжаю цитировать путеводители. Британский монарх может попасть на территорию Сити, но только с разрешения лорд-мэра. Порядок въезда на территорию Лондонского Сити выглядит так. На границе Елизавету II, которая правила едва и не столько же, сколько Виктория, на границе Елизаветы II ожидает лорд-мэрт-сити с полицейским, оруженосцем и жезлоносцем. Только после преклонения перед жемчужным мечом королева может въезжать в город. Как трансформирована эта традиция, учитывая общее падение авторитета королевской власти сейчас, после официальной смерти Елизаветы II, можно только догадываться. О роли, которые играют банкирские дома, и в частности Сити, в Англии по сей день, эта история свидетельствует, этот ритуал свидетельствует, на мой взгляд, исчерпывающую погоду. Продолжение следует...